КВН это не просто игра, а образ жизни. Это и хобби, и спорт, и искусство, и братство. Для многих клуб западают в душу на многие годы и во многом определяют дальнейшую судьбу. А сегодня все фанаты КВН отмечают его день рождения. Как игра веселых и находчивых влияет на повседневную жизнь и почему увлечение не проходит со временем, поговорим с нашим гостем в студии, участником преднестровской команды КВН, маленькая страна Виталием Дьяченко. Доброе утро, Виталий. Доброе прекрасное утро. Так как мы, наверное, скажем зрителю, что мы знакомы из-за кадра, мы позволим разговаривать на «ты». Совершенно. Я думаю так. Виталик, хотим, наверное, сначала спросить все-таки о успехах маленькой страны. Мы знаем, что она вышла в финал. Ну, естественно. Вот. Вот немножечко побольше об этом. Она не могла не войти в финал. Объясню, почему. Потому что появление нашей команды – это как взрыв сверхновой звезды. Ну, вы же понимаете, взрыв сверхновой – это все-таки из старых, уже влиятельных звезд, естественно. И у нас прекрасный, шикарный опыт на ниве юмора. И как у нас в родном преднестровье, так и далеко за пределами республики. Так что финал, я думаю, будет блестящим. Да-да-да. Это Кишинев, 10-е, по-моему, декабря. 10-е декабря. Да, национальная филармония. Ну, о как. На секундочку. Приглашаю всех болельщиков в пользу случаем поболеть, поучаствовать, поаплодировать. И я вам обещаю, что кубок будет у нас в нашей цветущей стране. Это факт. Приедет к нам сюда, домой. В нашу республику. Да, даже, честно, не сомневаемся. Скажи, будете собирать опять группу, автобус, это все будет в официальной группе вашей ВКонтакте? Группу, поезд, товарняк, все что угодно. Лишь бы как много, можно больше участников, болельщиков приехало и поддержало нас. Это очень важно. Вот мы заранее как раз озвучиваем, дорогие наши телезрители, чтобы вот к 10 декабря вы собрались с мыслями, с хорошим настроением и поддержали нашу команду в финале. Это же замечательно. Ну, а теперь про твою судьбу и КВН. Да, сегодня тоже скажем нашим телезрителям, кто еще не понял, сегодня день КВНа, да, официальный день КВНа. Благодарю вас. Да. Расскажи, как ты вообще пришел в эту игру? Хотелось с детства или просто как-то неожиданно попал? Ну, наверное, не я пришел в игру, она в меня пришла, потому что все началось задолго, наверное, до самой игры. Я был очень маленький, меня мама привела на встречу с Михаилом Задорновым, он приехал к нам в город Бендеры, выступал во дворец имени Ткаченко. И я, в принципе, не понимал, о чем этот дядя смешной говорит, но я понимал, что нужно смеяться очень громко, аплодировать и выражать эмоции. Наверное, тот запал, в принципе, во мне остался, а дальше поехала дальше. То есть, почему-то я участвовал в техникуме в КВН по химии. Мы, конечно, там на Кимичеле. Потом, естественно, университет. А страны дальнего зарубежья были в составе команды сборной Молдовы, Кубок СНГ, поколесили, так скажем, поколесили. То есть КВН дал возможность не только как-то выражать себя, но еще и попутешествовать в этом смысле. Ну, не без того, естественно. Такие бонусы приятные оставил. Приятные бонусы, новые люди, новые места, новые кубки. Виталик, я вот что хочу спросить. Ведь были периоды без КВН, так я понимаю. Все-таки вот как-то ты уходил, возвращался. Вот что заставляет все-таки возвращаться? Не будем говорить, сколько тебе лет, потому что ты очень хорошо сохранился. Но все-таки не 20, не 25, и даже не 30. И тем не менее, и семья, и работа, то есть, ну, уже своя такая жизнь, скажем, налаженная, да. И тут все равно врывается в какие-то моменты КВН. Вот почему туда тянет? Я, наверное, объясню словами дедушки Фрейда, на самом деле. Наша внутренняя энергия все-таки копится, копится. И когда-то должна стрельнуть. И она у меня стреляет именно по КВНу, по юмору, по сцене. Это невероятный энергетический заряд, как и мы дарим зрителям, так и он нам дарит. И под этой эйфорией можно ходить еще очень долго после игры. Ну, передай словами, тяжело, на самом деле. Нужно самому попробовать. Это великолеп. Как-то влияет на повседневную жизнь игра? Вот есть ощущение, не знаю, что можно шутить легко с какими-то просто чужими людьми или еще что-нибудь такое? Ну, скажу так, скорее всего, повседневная жизнь влияет на игру, скажем так. Кстати, это сродни КВНчикам, быть сродни журналисту. Мы всегда на острие атаки. Мы смотрим, ищем то, что актуально, то, что происходит в политике, в мире, в искусстве, то, что было в истории. Мы все это показываем людям совершенно разных сторон. И иногда получается, да? Получается, получается. А есть такое, что, допустим, вот у нас, в частности, ты так уже провел эту параллель, мы журналисты, когда идем, там что-то видим интересное, думаю, о, об этом можно снять сюжет, о, а этого человека можно в студию пригласить. Есть такое вот, о, вот на эту тему можно пошутить там или еще, вот есть такие моменты, срабатывает это? Вы просто умничка, конечно, есть. И у каждого из нас есть своя тетрадка, свой телефончик, где можно записать, подумать. И в ходе обычного дня ты моделируешь ситуацию, как же можно показать зрителю, с какой стороны это все вот так вот переделать, чтобы было интересно и ярко. В вашей маленькой стране тоже много тех, кто вот вернулся, скажем так. Так вот вы так собрались дружно и вместе вот за этот год, да, прям покоряете, покоряете. Как правильно называется лига в Молдове? Оригинальная лига КВН. Вот как тренировки ваши, тренировки, наверное, репетиции, как это правильно назвать. Но тренировки тоже в каком-то смысле проходят. Наверняка это что же, вот искрит все, так сказать. Ну, не всегда искрит. Иногда это проходит за чашкой чая молча. Но все-таки вдохновение необходимо. Влияет все и место, и настроение, и все то, что навалилось с утра, вечером дома. Но когда находишь вот эту вот маленькую нить, из-за нее тянешь сначала маленькой нить, потом канат, потом вот такой тросище. И потом нас тяжело остановить, конечно. Половина нас еще утра вычеркивается, но остается золотая середина, та, которая идет уже со сценой. К зрителям, да, со сцены. Есть какой-то секрет подготовки перед выходом непосредственно на сцену? Вот перед игрой как-то готовитесь или какая-то, может, кричалочка у вас совместная, что-то такое? Да. Ну, мы команда, и действительно мы очень хорошие друзья, товарищи. У нас очень простой жест. Мы все друг друга обнимаем и передаем друг другу настрой боевой, так скажем. Ну, мы должны пойти и сделать все очень серьезно. Итак, весь настрой мы прочувствуем и 10 декабря, в частности. Надеемся, что кубок будет наш, и вы все. Маленькая страна покажет, какие мы сильные все-таки, с каким большим потенциалом. Мы очень рады тебя были видеть в нашей студии. У нас даже приготовлен небольшой презент от наших друзей и нас лично, компанией «Тель». Это для тебя. Еще раз с днем КВН тебя и всех тех, кто к этому причастен. Ну, Виталик, я думаю, что, может, и пожелание у тебя, так сказать, для собратьев в этот такой день? Хотелось бы, знаете, что сказать. Вот был бы я врачом, я бы пожелал здоровья. Был бы я шахтером, я бы пожелал трудовых успехов. Ну, и я желаю вам быть первооткрывателем самого себя, на самом деле. Расширяйте границы, учитесь играть на гитаре, писать маслом по жестяным банкам. Не важно что. Важно расширять границы самого себя. И КВН, в частности, этому способствует и помогает. Жизнь играем и актеры. Да, это точно. Будьте первой скрипкой. Это точно. Все, хорошего дня, Виталик. Спасибо. Вам спасибо.